Роберт Шеклин О высоких материях Мортенссон прогуливался тихо, мирно, по безлюдным предгорьям. Ант никого не трогал, как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда. Эй, ты! Ответь-ка, что в жизни главное? Ответь-ка, что в жизни главное? Выразить и осознание того, что со стороны гостя вполне естественно задавать такой вопрос разумным существам. В данном случае человечеству, представителем которого случайно выступает Мортенссон. Хотя плечи у него сутулые, нос шелушится от загара, рюкзак оранжевый, а пачка сигарет смята. С другой стороны, не исключено, что подоплека вопроса совсем иная. А вдруг, по мнению пришельца, самому Мортенссону и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И впрямь кое-что известно. И за это свое прозрение он, Мортенссон, способен экспромтом изложить в лаконичной отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уже время миновало. Привнести в ответ шутливую нотку, объявить голосу «главное в жизни», когда голос неба допрашивает тебя о главном жизни и разразиться космическим хохотом. А вдруг тот скажет «Да, такова сиюминутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?» Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо, вопросивший подымет на смех твою самооценку самомнению самодовольства и бахвальства. «Ну, как там у тебя идут дела?» – поинтересовался голос. «Да вот, работаю над вашей задачкой», – доложил Мортенсен. «Вопросик-то трудный». «Это уж точно», – поддержал голос. «Ну, что же в этой поганой жизни главное?» – Мортенсен перебрал в уме, которые какие варианты. «Главное в жизни – его величество случай. Главное в жизни – хаос в перемешку с роком». Не дурно пущий, но стоит запомнить. «Главное в жизни – птичий щебет, до ветра свист. Очень мило. Главное в жизни – это когда материя проявляет любознательность. Чьи-то слова не Виктора или Гюко. Главное в жизни – то, что тебе вздумалось считать главным». «Почти расщелкал», – обнадежил Мортенсен. «Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого еще ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь стоит закрыть книгу, пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь не весть о чем». «А как отзовется пресс?» «Желторотый американец чарпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность. Лопух!» «Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет». «Но что же в жизни главное?» Мортенсен загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя. «Только не отвлекаться. Главное в жизни – сомнение, желание, стремление к цели, наслаждение». Потерев лоб, Мортенсен громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил «Главное в жизни – воспламенение». «Воцарилась зловещая тишина». «Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсен спросил, «А угадал я или нет?» «Воспламенение!» «Огонь!» «Главное в жизни – огонь!» «Подходит!» «Я имел в виду огонь!» – вывернулся Мортенсен. «Ты меня действительно выручил!» – заверил голосом. «Ведь я прямо завяз на этом слове!» «А теперь помоги разобраться с 78-м по горизонтали!» «Отчество изобретателя бесфрикционного привода для звездолетов!» «Четвертая буква «Д» вертится на языке, да вот никак не поймаю!» По словам Мортенсена, тут он повернулся кругом и пошел себе в освоясь и подальше от неземного глаза и от высоких мотивов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...